С самого утра в холле Новоуренгойского техникума многолюдно сотни молодых людей со всей страны прибыли в Новоуренгой с единственной мечтой – пополнить ряды сотрудников компании топливно-энергетического комплекса. Организатором открытого конкурса молодых специалистов выступает «Газпром добычи Ямбург» при участии коллег из «Газпром добычи Урингой», «Газпром добычи Надым», «Газпром переработки» и «Севернефти Газпрома». Нам конкурс помогает отобрать наиболее перспективных, инициативных ребят, у которых нестандартное мышление, которые могут решить подставленные проблемы быстро и правильно. И, конечно же, для ребят это тоже возможность проявить себя и получить место работы в организации группы компании «Газпром». Участие во втором этапе приняли 104 человека. На отборе к претендентам было два ключевых требования. Средний балл по диплому не ниже четырех, не более года с даты окончания учебного заведения. С каждым разом конкурс становится масштабнее, расширяется география и количество специальностей. По-прежнему кадры решают все. С приветственным словом к претендентам обратился заместитель генерального директора по управлению персоналом Валентин Крамар. Каждый из нас в своей жизни испытывал ситуацию, когда мы чувствовали себя победителями. Попробуйте вспомнить вот это особое чувство. Вспомнить ваши эмоции, какие картинки вас окружали, какие звуки были вокруг. Запомните это чувство. И именно с этим чувством идите на предстоящие испытания. Я желаю вам успеха. Все в ваших руках. Алексей Кравченко, чтобы принять участие в конкурсе, преодолел путь в тысячи километров. Он приехал в Новую Рингу из Армавира. Окончил Кубанский государственный технологический университет и Северокавказский федеральный университет по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Признается, к этой проверке знаний готовился усерднее, чем к экзаменам. Ведь на кону собственное будущее в профессии. Поскольку «Газпром» это лидирующая нефтегазодобывающая компания, я бы очень хотел в ней работать и надеюсь, что у меня получится трудоустроиться с первого раза, пройдя отборочные этапы. Будущие работники «Газпрома» как космонавты их проверяют досконально и испытывают от и до на профессионализм, стрессоустойчивость и креативность. В ситуации острова Цейтнота конкурсантам пришлось объединиться в небольшие группы, решить практические задачи по профильному направлению, а затем представить их экспертам. Наблюдать за ними достаточно интересно, как они работают. Видно, как люди себя начинают проявлять. Кто-то лидер, кто-то исполнитель, кто-то наблюдатель со стороны. Может быть, где-то пассивный, но кто-то обдумывает свои слова. И после этого личная беседа с ними, это, наверное, самое главное для принятия решения. Работодателю тоже важно знать, кого он берет на работу. И вот такие вот конкурсы, как командный, потому что операторы – это тоже в какой-то степени команда, и нужно понимать, как человек будет работать в коллективе. Ну и тоже профессиональный тест тоже немаловажен. После успешного решения практических заданий участники приступают к индивидуальным тестам. Безупречное знание теории, грамотное изложение мыслей – обязательные условия для попадания в одно из дочерних обществ «Газпрома». В этом году в рамках конкурса было введено новое направление – графический веб-дизайн. Дизайнеры в этом году – это вообще уникальная профессия, потому что их профессиональная область связана с созданием чего-то нового, нового какого-то продукта, причем продукта креативного. И когда мы искали вариант, каким же образом нам провести оценку, то вот в этом году даже родились новые оценочные процедуры. Мы дали домашнее задание нашим участникам для того, чтобы посмотреть, как они работают в программах. Мы дали задание командное, которое позволило увидеть, насколько они быстро могут предложить идею и, соответственно, воплотить ее, используя свои профессиональные знания. В «Газпром» добыча Ямбург всегда рады молодым и целеустремленным. Общество по итогам ежегодного конкурса формирует кадровый резерв. Текучки в компании нет, но заботиться о достойной смене необходимо заранее. В первую очередь я бы хотел попасть в «Газпром добыча Ямбург». Почему? Я проходил там практику в геологической службе. Мне понравился очень коллектив, пообщался с геологами, они очень квалифицированные специалисты. Хотел бы работать в этом коллективе. Для меня участие, в первую очередь, это что-то новое. И как для человека, который хочет, ну, так сказать, много что узнать, для меня это очень важно. И не буду врать, не главное участие, а главное победа. И намерен пройти дальше на третий этап. Молодые, квалифицированные, активные. Скоро кто-то из них станет частью большого коллектива газодобытчиков. К третьему этапу конкурса допущено 80 человек. Им предстоит пройти собеседование с экспертами, ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних обществ. Это испытание и станет решающим. Победителям заключительного этапа будут вручены именные сертификаты на право трудоустройства в дочерней компании группы «Газпром». Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов. Новый рингой. Специально для ЯТВ.